всем привет сразу хочу снять это видео про свой мотоцикл я называю это крутейший мотоцикл почему он крутейший сейчас объясню фабула такова только что вот вчера я на нем проехал 1600 километров за 22 часа ездил в кабардинку там побыл два с половиной дня вернулся почему он крутейший ну во первых эту дорогу он проехал во вторых он был куплен мной за 119 тысяч рублей это кавасаки клея 93 год клея 250 119 тысяч рублей это стоимость айфона даже дороже они сейчас стоит когда я покупал двадцать первом году в мотосалоне мистер мото ну были какие-то моменты да ну так особо не на что не рассчитывал понимал что 93 год но по итогу это оказалось техника на которой я откатался два сезона и плюс еще в этом сезоне вот такая большая поездка где-то она получилась чуть больше 3200 километров то есть я стартанул из московской области домкада мне где-то было 40 километров от горьковского шоссе по мкаду до коширки сколько там считаете плюс еще оттуда до кабардинки где-то порядка 1600 может быть чуть меньше километров почему на туда давно хотел съездить к сухогрузу рио и но про это я расскажу чуть попозже в отдельном народно ролике а сейчас вот именно про мотик вот именно в таком виде сегодня в 3 утра я приехал вот так это как я это называю стиль мото вассерман тут понадобилось запас топлива потому что на м4 есть один участок где я обсох я это предчувствовал ну об этом как бы вот по техническим параметрам я расскажу отдельно да то есть тут небольшой достаточно бак 12 литров это в принципе достаточно получается для путешествий не так много в понадобится резерв что еще вообще что можно рассказать как я его готовил да собственно говоря я перед началом сезона отвез его в сервис где мы не сделали те работы которые бы я сам не стал бы делать то есть регулировка клапанов ну заменили задний аморт я нашел хороший на разборке ну и что-то еще по мелочи корбы почистить свечи поменять то что там лезть далеко вот сам поменял масло с фильтром хоть и мне надо было мне через 2000 километров но я махнул сразу же перед поездкой значит ехал я со скоростью 80-90 тире 100 километров в час ехал 100 километров в час по оборотам это получается да тут 250 кубов 35 лошадей достаточно форсированный выскооборотистый двигатель от дизер 250 от спортивно-туристического мотоцикла поэтому характер двигателя здесь специфический он очень выскооборотистым красная зона 13500 начинается на 100 километров в час это 8000 оборотов получается ехал периодически вставал за фуры за какой-нибудь и отдыхал со скоростью 80-90 километров в час потом снова выезжал снова уехал сотку это не напряжено со мной отказался ехать приятель на литровом бмв потому что сказал что медленно ехать тяжело и скучно по факту меня несколько раз обгоняли мощные мотоциклы к тем адвенчер литровый меня обгонял 1 5 мы встретились в краснодаре у макдональдса парнишка сказал что едет в абхазию за счет того что он дубасил 160 км в час он быстрее уставал дольше времени на заправках он стоял отдыхал и два харлевода тоже мне обгоняли раза три или четыре потом я их потерял не знаю куда они делись и еще дюк 490 по моему через 90 до ночи дюк в такой младшенький дюк тоже не обгоняли раза четыре тоже мы встретились потом на одной заправке он ехал до ростова то есть мотоцикл когда взял у него был пробег 27000 на данный момент у него 50 тысяч триста семь километров выдержал кроме того в чем еще прикол не просто доехать туда я хотел именно на мотоцикле спуститься к сухогрузу к самому там есть две тропы два варианта троп хардовая и менее хардовый вот так что хардова это вообще жесть туда не суйтесь если вы на тур эндуро ну и так было не очень-то легко плюс еще немножко там покатался тоже по горам но особо по горам его не ушатывал потому что ну мне на нем еще надо было обратно ехать я и так до последнего и сразу шутил что если он вдруг сможет меня свозить на море и обратно учитывая что за цикл 93 года за 119 тысяч я шутю что типа если у меня туда обратно привезет то все говорю его надо будет разобрать весь очистить там от ржавчины заново покрасить не знаю в масле всего искупать собрать законсервируйте повесить на стену как музейный экспонат чтобы больше его не насиловать чтобы вот он стоял как такой памятник величию японских инженеров и технологий и но конечно это шутка не обижайся дружок я буду тебе даже кататься это видео просто как дань огромного уважения и почитания к этому мотоциклу конкретно ну и да да в компании кавасаки вчера мне пришлось ехать под дождем воронежской области под сильнейшим сильнейшим вернее прошел от него остались мокрые дороги из-под колес машин летела такая сильная очень водяная пыль вот во всем этом мы находились с ним в этом облаке воды мы с ним находились часами часами вот он ехал соответственно сами посчитайте да если за 22 часа проехал 1600 километров то есть часами я держал скорость 80 90 км в час прекрасный мотоцикл очень я им доволен что за эту поездку до из технических нюансов 12 литровый бак и на м4 да есть такие места что если вы прозреваете заправку то можно обсохнуть один раз я обсыхал у мясо было вот там запас 2 литрушки я взял бензина еще хотел 5 литровый брать нового кофры и так достаточно много весили поэтому взял две литровые бутылочки бензина они мне дико выручили дотянул до заправки обратном пути я уже на обратном пути я уже взял дополнительно еще 175 бензина вот тут всякое напихано это у меня значит спальный мешок я такой маникюр у меня сейчас пусть путешествие весь в масле руки грязные потому что переходилось периодически подтягиваются это сейчас тоже расскажу значит вот спальник в нем я спал по дороге туда и планировал по дороге обратно тоже делать остановку спать в палатке вот палатка взял дешманскую на зоне оказался весьма классная пенка там у меня значит ну вот все вот это динамометрический ключ я брал с собой чтобы им затягивать колесо по инструкции все брал и колесо ключ и потому что понимал что придется подтягивать цепь цепь здесь у меня до периодически приходится подтягивать здесь умеща стоит бессальниковый одид ставил ее в прошлом сезоне в начале и на ней я проехал уже порядка вот сейчас труднее сказать сколько по километражу ну в общем в обычной вот моей эксплуатации такой дач натур эндурный мне приходится подтягивать где-то наверное раз километров в 300 тянется тушена бессальникова тоже то есть я брал с собой смазку брал ключи и в этот раз во время поездки и и тянул один раз подтянул по дороге туда там подтянул один раз и по дороге обратно пришлось потянуть уже два раза на данный момент она вот и и подтягивал километров ну еще кстати не так уж сильно сейчас растянулся но вот здесь видно что износ уже пора и уже менять все чтобы не уши дать звезды как перед выездом задний амарт я настроил поставил по моему 79 подтянул масло вот масло выезжал был полный уровень сейчас можно наблюдать что чуть-чуть от верхнего уровня как тут это показать чтобы не мою ногу на уровень масла в общем где-то пол сантиметра от верхней риски масло немножечко под ушло где-то когда-то скорее всего это вчера когда я удирал от огромной жуткой грозовой тучи под воронежем вообще воронеж это волшебное какое-то место в плане грозы уже не первый раз там натыкаюсь на грозы и между воронежской области там что огромная страшная такая туча с молниями я чтобы не не попасть лег на бак и ехал 120 120 ехал ездил в течение в течение часами то есть вот чтобы не попасть под грозовую тучу часами держал скорость 120 километров в час это вчера по итогу она где-то перед нами прошла и вот да под под дождь тоже попал частично но больше наверное тоже артефакты дождя оставались я до сих пор не могу поверить до что он выдержал не обижайся дружище не обижайся я не знаю вообще на что рассчитывал до выезжал но именно что все это реально вот реально так взять и проехать да еще и норматив железной жопы кстати если кто не в курсе железная жопа да это 1600 километров за 24 часа у меня получилось за 22 часа но нашивку я наверное получить не смогу потому что там считается от крайних заправок счета я выезжал с полным баком и скорее всего у меня где-то минус 150 километров от 1600 будет но я еще проверю посчитаю может быть и может быть и на нашивку лишь смогу получить хотя ладно шрифка я для себя знаю сколько я проехал мотоцикл крут мотоцикл крутейший 250 кубов тот кто бурчит что нельзя путешествовать на 250 кубах ну ребят можно можно все все это возможно можно часами 22 часа можно ехать просто нужно понимать как ты едешь менять там позу на сидений до чтобы жопа не отваливалась но это все возможно и это что каждый кто из мотоцикле понимает о чем речь и я удивлен от этих разговоров что там жопа отвалилась и так далее хочешь едешь и самый вообще весь прикол в том что я на мотоцикле проехал эти 22 часа и я не чувствую такую дикую статус как когда я на машине ездил на море там же после 1000 километров уже просто то есть я например от москвы там пока до ростова доезжаю в росту я уже вообще никакой уже все хочется отдохнуть полежать там чего угодно поделать потом уже начинают глаза слепаться вот прямо в реально за рулем машине и начинают слепаться глаза здесь такого общения было и близко потому что ты едешь все время как бы в тонусе или еще почему-то дышишь воздухом свежим но в общем на мотоцикле проехать это проще чем на машине хотя казалось бы да я до этой поездки был уверен наоборот что в машине значит плюхнулся расслабился ну видимо в этом и причина плюхнулся расслабиться кондиционерчик музыка и вот ты такой весь расслаблен здесь ты весь концентрированный но я не скажу что это какая-то пытка да ты вот если тебе нравится ездить на мотике то ты такой же вот получаешь впечатление ты просто катаешься на мотике видишь по трассе все вообще получаешь удовольствие поэтому поэтому все возможно это можно путешествовать на 250 кубах на чакушечки как ее называют вот этой сумкой я дико доволен это фейк гиви но он кастомизирован родные магниты были слабые я купил мощные магниты и первая партия мощных магнитов у меня потерялась тогда я их здесь прошил эти кармашки куда они вкладываются здесь сделал прошивку и вот теперь эти мощные магниты дико удобно это сумка с документами да с какими-то вещами которые вам всегда нужны под рукой здесь чехольчик которыми я вчера закрывал дождя из потерь классное было крепление для телефона но во время дождя когда я телефон снял убрал сумку от дождя то не заметил как разболталась болт и вторая половинка потерь на этот из потерь технических потерь все больше слава богу не было все видео видео дань уважения обожание почитание к этому мотоциклу сейчас буду разбирать это все буду его мыть менять масло просто потрясающий мотоцикл спасибо за просмотр не просто как раз недавно написали к моему видео про этот мотик спросили про ресурс двигателя как раз был еще там под геленджиком поэтому не стал ничего отвечать потому что не говори гоп пока не перепрыгнешь вот сейчас я уже доехал и могу сказать что мотоцикл крутейший просто 93 год и он вас еще возит в путешествие потрясающе плюс еще я съезжал даду кроме дороги крио если интересно можете посмотреть что там но это нелегкая прогулочка я еще съезжал в поисках места для ночевки под перед ростовом там тоже эндурная была составляющая в итоге ночевал в поле пришлось прокатиться по полю пшена пшеница или ржи в общем по краю чтобы не давить колоски потому что вот это все не очень понимаешь пока не окажется там перед этим полем колосков когда окажешь там давить их не совсем не хочется вот там по эндурил получается съехал въехал в укромными сами понимаете что ночевка в одно рыло в палатке это предприятие ну такое знаем все случаи которые происходили там парнишка который доехал до владика и полпути обратно и что с ним случилось когда он встал возле там на ночевку возле 1 возле 1 кафешки плохо для нее закончилось поэтому вставать на ночевку нужно в безлюдном месте подальше от людей так чтобы вас при этом видела минимальное количество людей чтобы с дороги вас не было видно но чтобы дорогу была недалеко вот такие требования я такое место идеальное нашел просто в поле углубления с кустами вот в этих кустах я и поставил палатку мотоцикл под прикрытием кустов с дороге вообще не было видно единственное что ночью началась гроза там надо мной такие молнии бахали я думаешь с в этой палатке смоет унесет но вообще обошлось значит да вот нюанс с высокими оборотами относительно но мне кто-то просто написал в комментариях что нас таким сейчас страшный оборот 8000 оборотов на 100 км в час для него это не страшные обороты это у него еще остается он почти 4000 оборотов запасных то есть это высокооборотистый мотор он может часами ехать на высоких оборотах вот чего он не любит и это логично предположить из его высокооборотистого характера он не любит ехать на высокой передаче в натяг например в горку длительное время то есть если начинается длительный подъем надо переключиться пусть это будет там 5 4 скорость пусть это будет там 8000 оборотов даже достаточно высокие да и даже 10000 но в гору надо забираться на более высоких оборотов даже в пологий подъем чтобы в натяг работу это двигатель любит гораздо меньше чем высокий высокий оборот это его стихия низкий оборотов натяг это для него очень тяжело ему это не нравится не надо насиловать я даже когда вот скажем на 6 передачи ехал начинался подъемчик не сильный затяжной и я все равно начинал чувствовать прям как начинает жар горячий горячий воздух начинает ходить и прям чувствовал как большая нагрузка идет на мотор переключался на передачу 2 ниже и заезжал нормально скорость ну да те же там 190 80 если что ничего страшного да на таких как бы скоростях многие там это путешественники сказать что это не серьезно да так тошнить долго это вопрос конечно дискуссионные я ехал на не таких больших скоростях успевал насладиться видами потрясающие виды воронежской области самая красивая область ну и все эти места до запахи ростовской области эти бескрайние поля с рожью с пшеном это отдельно вообще разговор про именно путешествие потом расскажу это видео именно про мотик так еще что и сделать для путешествий ну вот это сидушка пердушка она не только для путешествия просто и сделал чтобы помягче было сюда еще полотенчик подложил чтобы немножко угол изменить в принципе нормально она сильно износилась именно вот за это путешествие потому что долго не сидеть надо видимо ее поменять еще что я сделал но это еще то опять же до путешествия было сделано просто для эксплуатации это вот такая светодиодная планка она дико оказалась полезная потому что она добавляет яркости заметность и в зеркалах вас гораздо лучше видно как раз вчера когда я ехал в условиях этого пылевого ну представьте да насчет ночь темнота столбов нет часто практически столбов там нет на м4 даже на платных участках и бесконечная водяная пыль видимость отвратительные машины вас это плохо виде да и дополнительный свет чтобы они вас видели зеркалах никогда не повредит резина резина значит передная износилась таким образом что вот через одну шашку она стала эти две больше изношеный тоторчит и его так вот видите для то есть за счет этого профиля она немножко стал букву-бугу-бугу-бугу-бугу подпрыгивать вот так вот но обязательно скорость это особо не чувствуются износ конечно получился заметный значительный задние у меня уже было подстерка поэтому я решил иду шатать у меня лежит новый баллон это пиреле ралли кросс игры вот этого и даже не видел еще все шашки считайте не осталось износ прям за 3 200 до 3200 км по асфальту плюс еще там по камням пока я неправильную тропу это крио выбрал там побуксовал по ним по острым камням то что все это выдержала и не убедит не порвалось об камни то уже дикие респектус и круто на такой резине как ехать меня многие спрашивали мотоциклисты с кем общались как ты едешь на такой резине ну едешь и едешь да она как бы гудит мне больше волновало когда во время дождя и там разметка вот как все это себя будет чувствовать и в повороты входить и на серпантинах нормально на серпантин конечно приходил скорость сбрасывать особенно меня ну я еще на мотике по серпантинам до этого ни разу не ездил и вот я попадаю на серпантин по дороге туда жара там градусов 30 и участки асфальта видимо их только переложили что ли там свежий асфальт или что в общем он липкий черный такой ну и квадратами положено видно что это вот положили чем-то парили специально и вот значит крутой резкий поворот на подъеме и да там уже контр руления даже не совсем поможет там и тяга и все плюс еще до груз выгруженный и высокий центр тяжести короче очень интересный опыт интересный опыт резина выдержала ни разу падение не было и не скажу что там как-то полз еле еле ехал нормально да там бежал машины отлично то есть этой резины по факту вот первый роликрос я дико доволен она дико крутая асфальт она конечно не очень любит но никаких там проблем со сносом или еще каких-то таких вот не было лично резина отработала просто есть ставлю 5 баллов из передняя вот это у меня какая-то то ли это шинка то ли дочернее общество шинки golden boy такой рисунок это когда брал в эти санкционные времена другой просто не было сейчас появился много разных других вариантов тогда не было ну нормально как бы вот она изнашивается таким образом да опять же для моей эксплуатации было не очень критично а сейчас вот она поедет даже заднюю сейчас поменяю на передней может еще и даже и поеду и это стеклышка хоть она и кажется таким ажеда смешным и маленьким неэффективным но когда ты едешь долго и меняешь позу до за на сиденье чтобы не уставать вот одна из было отодвинуть жопу полностью сюда лечь на сумку и получается что у тебя стекло вот это как раз и стекло визора шлема получается как в одну линию ты едешь и получается такой хороший аэродинамичный поток обходит и визор меньше бьет ветер меньше мух и вчера во время этой прям водяной пыли и обработки да когда за фуру ешься обрабатывает тоже это стеклышко по факту оказалось что здорово выручала еще я дико оказался остался доволен своим шлемом модуляром тоже он китайский но он по факту просто супер затемненное его стекло дичайше выручала меня когда я часами ехал в краснодарском крае на жаре просто обычный визор поднимаешь и это я вот так это с темное стекло не очень люблю в обычных условиях мне она казалось что она как как солнечное противосолнечное решение но не очень я даже взял свои отдельные очки но по факту это оказалось супер то есть в нем едешь и она защищать от пыли и от песка там песчаный буря в этой ростовской области вот от песка от пыли защищает тебя и воздух тебе обдувает то есть тепловой удар не случился хотя шлем не темный но вот эта вентиляция все супер плюс сюда сама вентиляция в шлеме отлично оказалось вот эти вентиляционные задвижки но я потом отдельно еще про шлем сниму я оказался дико довольно даже сзади есть еще две лампочки которые могут разных режимах мигать зеленый и вчера в условиях этой когда в темноте в пыли такой пыль водяная пыль тире туман едешь я их тоже включу чтобы дополнительную заметность хотя это как бы сначала казалось не нелепым но вчера это все заиграл своими красками и до кофры вот эти кофры солишки и когда их брал об этом не подумал когда их упаковывал я понял что они на самом деле дрянь они дрянь потому что у них молнии такие вот хлипенькие тоненькие да я даже когда еще только на стадии упаковки столкнулся с тем что когда в них дофигачу загрузила не стали криво так закрываться но тут это не молнии для кофров молнии должны гораздо крепче плюс ко всему к ним шли вот такие чехлы из водонепроницаемой ткани которые мне вчера дико пригодились эти чехлы одевал они почему-то порвались во время дороги видим от ветра их три бухала и нижняя часть просто но тем не менее да то есть на один раз хватило и кофр и этих чехлов один раз они выдержали набит у меня битком сейчас до сих пор не разгрузились у меня обувь и топливо они выдержали не оторвались не отрыгнулись и на одно путешествие от отработали я сначала долго не мог разобраться там к ню кучу каких-то ремней для крепления где-то долго долго не мог разобраться как их крепить на очень в итоге пришлось к защите трубы еще думал не про плавится ли она но все в итоге супер выдержала не промокла содержимое и по итогу хоть это и даримое качество но но сработал отработала тяжелейшая поездка в том плане что там же еще и дурные элементы да у меня были на эти кофры два раза я клал мод на камни когда спускался криво мне один мотобратишка в кавычках показал не ту дорогу когда там все съезжают это казалось дорога для но вся в огромных камнях 10-15-20 сантиметров такого диаметра каменюки и спуск вниз крутой это досунулся не все это разгружать не было лень и подумал что да чё там частично здесь не было веса до частично кофры были вот и там в общем я спустился метров на 30 вниз в уровне понял что лет туда туда если дальше спущусь я уже оттуда и не поднимусь там развернулся вот и начал пытаться подниматься там соответственно два раза его не уронила положил не удержал потому что он как бы сам сухой вес мультика 150 с жидкостями с бензом там наверно все 160 и плюс еще там килограмм 10 здесь точно было то есть на 170 где-то это все весело я в экипировке в мотоботах в наколенников черепахи и жара 30 градусов и я вот его там по этим каменюкам телепают тяжело в общем это было два раза его просто положил вот как раз он лег сюда и кофры выдержали по факту молния видно что она скоро может быть и закончится потому что она так криво корявисть закрывается да вот это симптом тоже скоро она крепнет но на одну поездку решение рабочие если вот их прям не раздувать совсем нормально все выдержит короче по факту доволен где сложно сейчас еще что-то говорить отыграл там все в этой поездке вот эти даже виткат бойнички они меня вчера дико защищали от дождя от пыли от этой водяной просто мод шикарный в этом плане что и ночи не доволен очень доволен связываясь в эту авантюру я до конца не верил что это возможно до конца сомневался получится не получится но все получилось сейчас конечно ощущение на триумфа круто вот раньше делали мотоцикл да вот раньше делали мальчики в условиях кстати гор и серпантинов ну то есть я никаких там нюансов с разреженностью не почувствовал воздуха какой там сам высокой местами вот это михайловский перевал между джубой и геленджик он да там на цель к этому за да ну а допустим там не такая же была большая высота ну еще все равно то есть никаких изменений в поведении ничего не почувствовал мод не то что ну не не перегревался периодически да там я слышал включался вентилятор когда его буш и уже на низкие обороты куда-то подбирался но это же было реальная жара вот антифризы я перед выходом залью полную вот она так и осталась вот такой крутейший крутейший просто мотик способен на многое вот так что все спасибо за просмотр есть еще что-нибудь вспомнились вот какие-то вопросы там по мотоциклу еще что по дороге там как лучше к рио подъехать пишите расскажу все все всем пока